И отца и сына, и святого духа, с праздником вас, дорогие братья и сестры, в эти светлые летние дни мы с вами продолжаем совершение празднества преображения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В это воскресенье, помимо памяти великих святых, таких как святитель Митрофан Воронежский, мы с вами совершаем по празднеству Великого Двундесятого Праздника Преображения. Поэтому уместно, братья и сестры, слышите возвышенные, эти прекрасные и по исполнению, и по содержанию песнопения, посвященные празднику Преображения, Продолжать в своем сердце, приникать к этому источнику нетварного, божественного, сияющего, просвещающего ум, душу и тело человека праздника. В этот праздник, как мы с вами знаем, святые ученики и апостолы Христовы, сделались причастниками удивительного, непостижимого боготправения. «Господь явился им, как нетварный свет, тот свет, который не сотворен, тот свет, о котором впоследствии свидетельствуют они в Священном Писании, говоря, что Господь есть свет, и нет в нем никакой тьмы, тот самый свет, который ежедневно за нашим богослужением призываем и воспеваем мы в своих молитвах. В свете тихий, святые славы, обращаемся мы к Нему, в Христе свете истины, просвещая, освещая всякого человека, грядущего в мир. Каждый вечер обращается с этой молитвой священник к незаходящему Солнцу Христу, к тому божественному сиянию, которое каждый человек должен постигнуть, познать и носить в своем сердце. Потому что не только святые апостолы явились причастниками, тайнозрителями этого божественного света. Да, Господь удостоил этого видения, сопричастности этому преображению трех своих любимейших учеников, Петра, Иакова и Иоанна. Но это не значит, что остальные были совершенно лишены познания этого истинного света. Он всегда был с ними на фаворе, он лишь открылся им в своей отвеке существующей природе, в своем отвеке существующем виде, в виде того света, который убеляет одежды так, что никакой белильщик не может их выбереть. Одежда души, духовная одежда, в которой облачается всякий праздник человека. И поэтому праздник преображения был столь любим, в первую очередь в особенности монашек мужчин. Потому что в первую очередь именно иноки во тьме своих телей созерцали этот божественный свет. Мы знаем, что этот свет не в каком-то мечтании, не в каком-то представлении, не в фантазии, а наяву. Ощущая его не только сердцем, но и глазами, видели многие святые преподобные отцы, которые пишут об этом в своем опыте, сообщают нам о нем. С времен глубокой древности и до настоящего дня. Преподобный Сергий видел этот свет. В нем он совершал божественную литургию, как это было открыто достойным его ученикам. На Афоне идоки вынуждены были даже ступить в полонку, в поленику, с западными своими, не сказать собратьями, а скорее уже братьями, которые отрицали возможность видения такого света, возможность такого постижения, отрицали его нетварную, несозданную природу. Святитель Григорий Паламар, преподобный Григорий Синаид, многие преподобные отцы, подвязавшиеся на Афоне в других местах, видели этот свет и свидетельствовали его великую духовную силу. Но и до наших времен, братья и сестры, существуют примеры, когда многие и монахи, и просто даже благочестивые люди сподавлялись видения созерцания этого божественного света. Это не было чем-то совершенно таким недостижимым для человека. Но с другой стороны, спросите вы, какое отношение это имеет к нам? Едва ли этот божественный свет придет и осветит наши убогие кухни, или даже прекрасные дома? Едва ли озарит наши скромные монашеские теле в том виде, в котором это восподавлялись великие преподобные? Какое имеет это отношение к нашей с вами жизни? Самые братья и сестры прямое и непосредственное. Если человек не имеет в себе этого духовного света, он не христианин. Не всегда необходимо видеть этот свет своими собственными глазами, но чувствовать его присутствие в своей жизни душа человеческая обязана. Если в вашей душе нет этого света, то вы, братья и сестры, не христиане. Душа должна ясно чувствовать эту грань между светом и тьмой и должна пребывать в свете. Этот свет воистину спасительный. Вот в начале 20 века в одном белгородском селе на границе с Украиной служил один священник. Служил в храме в честь святителя Митропания Вородежского, очень почитаемого и в южных, в особенности, пределах нашего Отечества. И когда случилась беда, случились революционные события, то, естественно, не миновала она в какой-то момент этого скромного прихода. В 18-м или уж в 20-м году, не скажу точно, на этот приход пришла банда безбожников-красноармейцев. Она объявила священнику, что расстреляет его без всякого суда, как агента контрреволюции. Но чтобы принести священнику больше страданий, они решили перед тем, как убьют его, у него на глазах разрушить его церковь. И вот они стали топорами рубить иконостас, сбрасывать все иконы в кучу перед храмом. И запалили такой веселый безбожнический костер. Абачушь постоял перед этим костром, и все его сердце вопияло к Богу. Перед ним рушили всю его жизнь. Все то, во что он верил, что он любил. Все это сгорало теперь в этом костре. И вот один из этих безбожников взял икону святителя Митрофана, разрубил на три части и бросил в огонь. И вот что-то в сердце толкнуло батюшку. Он подошел, взял две части этой иконы, на которых был изображен лик святителя Митрофана, и крепко-крепко прижал их к своей груди. И так ушел в молитву, что больше не видел уже ничего. И он так и стоял перед этим костром, держась за вот эти два куска, две трети этой иконы святителя Митрофана. И когда безбожники закончили свое это кощунственное дело, они взглянули на него, и ни у кого не поднялась рука, чтобы его убить. Они сказали, иди-ка ты, батя, домой. И вот он с этими обрубками иконы пришел в свой дом, и несколько часов эту икону не могли просто взять у него из рук. Он все еще был в молитве. Он все еще молился Богу, великому Богу, годнику святителю Митрофану. Он прижимал к себе эту икону. Он своей душой соединился с этим божественным светом. Вот с тем светом, который увидели даже безбожник. Не глазами своими, не были они этого достойны. Но они почувствовали этот свет так, что они не смогли причинить зла. Они не смогли расстрелять этого священника. Вот и мы, дорогие братья и сестры, должны в этот свет цепиться так же, как он. Должны держать, удерживать его в своей душе всеми силами, чтобы не покидал он нас через нашу злобу, через нашу ненависть, блуд, янство, нечистоту, через эту отвратительную матерную брать, которую мы изгоняем из своей души и жизни этот божественный свет. Свет этот и есть любовь. Свет этот и есть чистота. Свет этот обитает в таинствах Святой Православной Церкви. Живите в нем, дорогие братья и сестры. Сохраняйте его в своей душе. Держите за него всеми силами. Только этот свет когда-то в час вашей кончины позволит душе в мире отделиться от тела, поименовать страшное мытарство Христовым. Только этот свет приведет вас в Царствие Святой Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа, Которому не будет конца во веки веков. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!